оба еще одна утоп подсечка друзья всем огромный привет сегодня я выехал порыбачить на живца с поплавочной удочкой хочу вам рассказать как я ловлю на живца с поплавком я ни в коем случае не хочу никого научить рассказать как правильно как неправильно я всегда рассказывать так как это делаю я так как у меня получается рыбачить если вы рыбачите по-другому прошу вас пишите в комментариях и делитесь своим опытом как это делаю я но во-первых надо наловить живца живец самый лучший для ловли окуня это горчак на мой взгляд вот то что у меня доступно можно также поймать уклейку окунь клюет и на уклейку но если выбрать горчака и уклейку все-таки на горчака клюет лучше транспортировать живца необходимо всегда с водой в таком вот ну ка не у меня вот есть до для зимней рыбалки кто не знает что такое кан это двойное ведро с виду обычное ведро дальше мы открываем там внутри сетка и вы поднимаете достаете всю рыбку какая вам надо через вот это вот окошко смотровое и все принципе рыба вас всегда там руки у вас практически не мокрая рыба живая удобно воду менять и все такое снасти на которой я рыбачу моем случае это обычная баллонская удочка с безинерционной катушкой рыбачить можно на что угодно хоть на самый простейший поплавок с катушкой безинерционной с обыкновенной хоть просто кусок лески и палки поплавок в данном случае я использую также с обыкновенной маховой удочки так как он здесь не крупный и забросы дело недалеко если в забросы дальние там конечно же и снасть нужно потяжелее в данном случае у меня поплавок 2 грамма ребят вот такой как я его называю арбузик да интересный и поводок самое главное должен быть от основной лески до вашего крючка сантиметров 20 из флюрокарбона чтобы у него не видел у меня здесь 016 флюрокарбон стоит крючок 10 номера обычный крючок на которого я ловлю лещали ребят если нету флюрокарбона можете использовать пожалуйста обыкновенную монолеску только прозрачного цвета вот и все что вам нужно вот это вот самое так сказать нюансы и азы ловли сегодня я вам покажу все на практике мы с вами попробуем поймать окуня на жирца я вам расскажу где его лучше ловить ну и покажу как это у меня получается крючок можно сказать самый обыкновенный номер 10 вот такой вот поплавок 2 грамма слегка огруженный и на 2 граммовый поплавок вот такой вот у меня смаховой удочки окунь клюет просто замечательно размер жирца тоже имеет значение но допустим если я поставлю вот такого то я очень долго буду ждать окунь она заставит что-то вот-вот более средненько как вот такой вот живец я думаю должен отлично подойти как раз для окушка вот так я за верхний плавник подцепил горчичка и сейчас мы вместе с вами сделаем заброс туда под камышек оба окунь не доел видно мелкий видать не смог проглотить даже живца вес после атаки окуня лишился немножко своей чешуи но тем не менее ребят это никак не повлияет главное чтобы он плавал и хорошо еще барахтался чтобы она сильно не пожевал начинается поклевка раз запрыгал поплавок жучек увидел опасность вот я сказал поклевка есть и есть окунь вот как он водит на живцу ребята любая рыбалка требует расходников крючки поплавки грузии к тому же скоро зима а там расходников ого-го и мормышки и кивки и чего только нету я все покупаю на алиэкспресс там конечно же намного дешевле да и выбор больше не надо никуда ходить никакие магазины если вы хотите что-то себе приобрести тоже на алиэкспресс я вам рекомендую воспользоваться кэшбэком от моих старых друзей лейки шопс к тому же ребята с 11 по 14 октября на алиэкспресс будет действовать горячий кэшбэк увеличены в три раза до 15 процентов это отличный повод что-то себе купить это сделано для тех кто хочет купить много а тратит много не хочет ведь на эти деньги с кэшбэка мы можем себе потом вернуть я не знаю либо деньги на карту либо пополнить телефон либо ребята докупить те снасти которые нам нужны активировать горячий кэшбэк нужно на главной странице после регистрации по ссылке либо в приложении лейки шопс после чего переходите в магазин сайта или приложение и совершайте покупку количество активации ограничено и у вас будет несколько часов на совершение покупки лейки шопс это сервис который действительно приносит пользу к тому же он совершенно бесплатный все ссылки оставлю в описании переходите регистрируйтесь ребят и покупайте товары на алиэкспресс со скидкой и еще возвращайте кэшбэк конечно же очень важным является место где вы будете рыбачить большое водохранилище маленькая речка как в моем случае либо река с сильным течением если рыбачить на поплаву конечно же лучше в местах где течение умеренное либо вообще слабое ну или вообще она отсутствует лучше всего слабая и отсутствует потому что окунь таких заливах стоит как правило и охотиться за мальком рыбе по холодной воде не нужно напрягаться тратить свою энергию она просто стоит там плавает хорошо если течение и всегда надо бороться вы можете пройтись по водоему просто и найти такие тихие заводе как правило там не листья не плывут ни травы уже нету и вы можете увидеть малек то есть вы видите малек начинает там блестеть или стоит на месте это значит там стопудово будет току нет его кормовая база если вы бросите на средину реки живцом у вас там понятное дело что не клюнет то есть самые перспективные места на мой взгляд возле каких-то коряжек только осторожно будут зацепы возле моста возле какого-то старого там еще что-то отлично возле залива и вдоль камыша иногда поклевки просто мгновенно происходят я даже не успеваю их заснять только поплавок касается получается воды и сразу идет поклевка ребят это очень круто иногда если долго нет поклевки на живец там может привтыкнул можно так слегка удочкой продернуть наш поплавок чуть-чуть и живец тем же самым он сразу начнет плавать оживиться сейчас будет поклевка смотрите на утоп пошел окунь ест его заглатывает заглатывает давай 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 окунь ведет его ну же оба доел доел вот такой окушак почти сразу у нас с вами идет поклевка вот представляете какой окушок ребят размерами какого жутца он пытается взять не крупный ли тебе живчика для такого как ты окунь еду смотрите друзья если во время рыбалки ваш живец травмировался но еще плавает хорошо то есть забрасывайте поплавок и сразу поплавочек ваш пошел 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 получается какие-то движения сдавать ловите на него дальше если у вас много живца конечно же меняйте и цепляйте нового на нового свежего живца окунь всегда активнее возьмет то есть если спады но новый живчик туда практически сразу ему под морду и окушок в это время активен то сразу вас будет полная раздача есть лучше окушок берет на мелкого горчичка поклевки практически сразу вот такой вот горчичок только ты забрасываешь проходит секунд десять и сразу у тебя клюет если ты попал конечно же ему под нос так сказать под самый нос так после заброса прошло у нас несколько секунд и уже нет поплавка нету поплавка уже вот окушок уже там сидит сразу моментально ребят только я забросил воду на живца еще один такой совет довольно простой чтобы ваш живец как можно дольше жил старайтесь чаще менять воду ну хотя бы раз в час в два на рыбалке поменять воду если вы это сделаете то живчик ваш будет получается насыщен кислородом и рыба не будет плавать брюхом кверху он и так маленький нежный довольно когда мало кислорода он еще бьется там друг об друга ребят но вообще травмируются и быстро скисает поклевка давай 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 оба сошел проверим сейчас живца живой не живца надо менять что касается живца вот этот горчичок средний просто красавчик живет очень долго я бы сказал один из лучших живчиков всегда под ветками под завалами как вот в том случае должен быть окунь но отсюда забросить я не могу потому что буду каждый раз путаться за вот эту вот сухую ветку какая висит поэтому приходится обходить оба поклевка пошла смотрите смотрите он выкладывает потому что очень мелко сейчас пойдет на дно если укунь заглотил а ну очередной окушок моментально плюнул сразу раздача вот заглотил неплохо прямо туда аж в пачку отлично многие меня спрашивают в комментариях серега почему мне не получается рыбачить вроде бы прихожу на речку и вот точно так же как ты делаю живца беру бросаю и у меня не клюет ребят бывает такое что у меня не клюет или пишут даже еще что часто серега в том году в этом месте был разрыв в этом году что-то не ловится ребят то же самое на этой речке где сейчас нахожусь в том году я рыбачил в там 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 отлично с каждого заброса были поклевки в этом году уровень воды не тот температура воды не то малек ушел в другую зону куда-то другой залив все меняется нужно каждый раз рыбу искать может быть такое что вы сегодня здесь ловите отлично завтра приходите здесь у вас уже нет поклевок но клюет совершенно в другом месте поэтому всегда нужно ходить искать окунь стайная рыба он сейчас сбивается в стайке к зиме и если же вы нашли стаю то можете туда бросать поплавок постоянно так же как и спиннинг допустим там у вас будет поклевки если вы ходите у вас нигде не клюет потом там одного окушка поймали там одного окушка поймали это неправильно ходите дальше вы больше времени потратите на поиск стаи но зато потом вы эту стаю будете с каждого заброса ловить и просто кайфовать вот такие вот нюансы так сказать небольшие есть по ловлю окуня на живца с плавочной удочкой день добрый нашел окунь клюет плохо да вы на от в одной линии на силикон так берем живчика вот хорошенький такой смотрите какой блин ушел от меня вот такого давайте ладно поменьше возьму растут убежал и цепляем его покрепче ближе к голове оба на бродили аккуратный заброс об есть как вы поняли метод 3 грамма много я не использую и коснулись на и делаем про плавную подмотку мы услышим прям удары такие на отводной поводок можно чуть выше приподнять и потихонечку подводим есть есть акушо как я и сказал мы услышим прям удары воду такое току не отлично плыви как взял то в этой рыбалке стесняться размера жирца не стоит даже вот такой вот крупненького вот отлично ребят окунь заглатывают потому что там донный окунь он вечно блин голодный оба на насадили его отлично все получилось заброс все полетел живец и ждем коснулись дна получается и делаем одну про подмоточку по вторую подмоточку поклевки начинаются не может съесть крупный живчик чувство как тюкает каждый раз есть есть он неплохой вроде окушок взял вроде идет до хороший окушок ухты смотрите какой шикарный ована вот такой а вы на окуне не тогда пусть живет тогда пусть живет так опача живет должен такой большой подмог его съесть поклевка не может съесть есть хорошенький ищут атакуют оба на живца пробу это были сегодня такие побольше этот такой на живца на живца на живца на живца ловлю ну да все подряд что там сибель горчак ну вот и все ребят вот это все такая простая замечательная рыбалка у меня получилось надеюсь я вам на практике показал как рыбачить нужно да потому что просто рассказать одно а когда показываешь именно на практике совсем другое я в каждых своих видео даже про обычную рыбалку стараюсь вам рассказать некоторые моменты небольшие секреты своего опыта вот рыболовного пускай на меня опыт не очень большой но я же довольно часто и каждый раз сталкиваюсь с новыми проблемами особенно когда осень и рыба ведет себя совершенно по-другому желаю вам всем удачи не хвостань чешуи подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео всем пока друзья я